Я говорю и показываю премиум плагины от Крокоблок. Плагины способны сильно увеличить функциональность конструктора страниц Elementor Pro на WordPress. Конкретно в этом видео я хочу показать вам JetTabs, элемент от Крокоблок. Демонстрацию этого элемента вы можете посмотреть по ссылке, которую я оставил для вас в описании под этим видео. И также на моем сайте fedorvasilev.com. Вы перейдете на сайт, продукт, дальше JetTabs, вот сюда переходите. Этот плагин включает в себя несколько вариаций отображения. Мы будем рассматривать самые интересные из них. Elementor Accordeon Widget, вот этот элемент. Это очень красивое отображение при наведении мыши, изображение, также возможность добавить описание и кнопку. На кнопку можно повесить ссылку на внутреннюю страницу или куда-то на внешний ресурс. Разные вариации, разные анимации. Давайте посмотрим более детально в этом видео. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Я перехожу на свой тестовый сайт, захожу в режим редактирования страницы через Elementor, нахожу плагины Accordeon. У меня, естественно, этот плагин JetTabs установлен. Давайте бегло пробежимся по элементам, которые мы более детально рассматривать не будем, потому что я не вижу в этом смысла. У меня уже есть похожие уроки именно от самого Elementor Pro. То есть вот такие вкладки, если нужно разместить, я думаю, вы в настройках здесь разберетесь, ничего сложного нет. Также есть элемент вот такого вот переключателя, где открыто-закрыто и разная информация всплывает. Также есть у нас вот такой вот классический таб. По клику информация меняется. Но мы с вами цель урока разобрать более детально именно вот этот плагин, самый красивый, на мой взгляд. У нас сразу имеется три дефолтные картинки. Сразу здесь смотрим, что здесь как раз-таки три элемента. Давайте для более красочного отображения я добавлю изображение в каждую из них. То есть просто кликаю по элементу, раскрываются настройки, кликаю по картинке и загружаю какую-то существующую картинку. Вы сами это видите. Давайте я быстренько это проделаю. У меня уже есть соответствующее изображение. И панды еще загружу. И давайте первую вкладочку разберем. Во-первых, изначально вот давайте обновимся, посмотрим. Прямо на сайте мы даже ничего не настаивали. Вы сами это видите. У нас уже все есть. При наведении на тигров раскрывается картинка более. И показывается текст, заголовок, описание и кнопка. Затемняется картинка. Также это делается на других изображениях. Давайте сразу посмотрим, как это выглядит на мобильном устройстве. То есть никуда за края не уходит. Больше никак здесь этому не вместится. Я думаю, это смотрится здесь абсолютно нормально. Как мы можем еще это украсить и посмотреть? То есть если нужно сюда вам добавить больше элементов, нажимаете добавить элемент. Или можете кликнуть вот на эту иконку, сдублировать и отредактировать четвертый ваш элемент с фотографии. Или если нужно только два, по крестику вот так они удаляются. Давайте посмотрим, что значит активная вкладка. Если включаем, она будет сразу развернута, затемнена, будет сразу виден и заголовок, описание, кнопка. При наведении на другую картинку, естественно, все прячется. Если мышку убираю, активная картинка становится на первом плане. Далее заголовок меняется здесь, где у нас написано элемент 1. Дальше описание меняете здесь. Это ниже у нас вот здесь описание. Текст на кнопке вот здесь вот, да, меняется текст тут. Здесь ссылка для данной кнопки. Решетку удаляете, прописываете свою ссылку. Также можно сделать открыть в новой вкладке, выбрать, добавить тег nofollow. Это если вы сюда размещаете внешнюю ссылку. Думаю, это показывать я уже не буду. Здесь уже разберетесь. И, соответственно, каждый следующий элемент также настраивается, да. То есть, если средняя картинка будет основная, делайте ее основной. Я основными использовать не буду. Давайте посмотрим следующие настройки. Переходим сюда. Расположение горизонтальное. То есть вот такого вида. Мне больше нравится вертикальное. Размер активной вкладки можно увеличить. То есть картинка выдвигается в более полном размере. Скорость анимации вот этой анимации. И разные эффекты анимации. То есть, как бы немножко они так подпрыгивают, когда я мышку убираю. То есть смотрится намного интереснее. Можно посмотреть, какие виды анимаций больше вам понравятся. Мне нравится больше всего, скорее всего, вот этот нижний вариант. Самое последнее. Теперь давайте пройдемся по стилям. Перехожу на вкладку стиль. Высота. Изначально 600. Вы видите, как это можно этим управлять. Тип фона. Давайте посмотрим. Если я возьму красный. Это фон за нашими картинками. У нас разделяются картинки такой тонкой линии. Вот как раз таки за ним фон. Можно повесить изображение. Можно повесить границу. Дальше настройки с элементами. Размер между изображениями 4. Вот видите. Размер стал больше. Между ними вот эта красная полоса стала более ярче. Стиле наложения стандарт и цвет. Давайте посмотрим. То есть изначально их подкрашивать. Если нужно, чтобы они были такие подкрашенные. Активная вкладка. Тоже цвет. Давайте посмотрим. То есть при наведении, видите, что происходит? Полностью закрашивается. Делаем прозрачность. Тогда будет закрашиваться немножко желтоватым. Плюс еще у нас темный накладывается. Далее контент. Тот контент. Текст кнопка. Вот здесь у нас. Если вот здесь выбираем стрелку, это у нас наверху будет располагаться. Вот эта стрелка, соответственно, контент внизу. На ваше усмотрение. Дальше. Тип фона. Это как раз таки то, что у нас затемнялось темным. Это находится здесь. То есть кликайте вот сюда. Кликайте, выбирайте цвет. Делайте прозрачность. То есть это место темного, видите, сейчас затемняется синим. На ваше усмотрение можно сделать еще более прозрачным. То есть вот так, чтобы затемнялось. И далее, я думаю, вы уже сами справитесь. Здесь уже ничего сложного нет. Это конкретно отдельные настройки для заголовка, который у нас возникает при наведении мыши. Конкретно отдельный основной текст. У нас тоже он возникает. И настройка дизайна кнопки. У нас она желтая. Можно настроить здесь. И порядок размещения контента. Название, описание, кнопка. Можно менять места. Например, вот так. Кнопку я сделал между заголовком и текстом. На этом я видео заканчиваю. Думаю, вам все было понятно и интересно. И увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok